МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости Латвии, в которой мы расскажем о важных новостях нашей страны. Сегодня в выпуске. Сейм решил работать над несколькими народными инициативами. Президент рад, что Латвия стала более латышской. Куда пропали детские антибиотики? И ангелы, и носороги Гочи Хускевадзе. Сегодня состоялось последнее пленарное заседание осенней сессии Сейма. Прежде чем отправиться праздновать Рождество, депутаты успели обсудить и рассмотреть ряд законопроектов, в том числе приняли решение отменить введенную три года назад чековую лотерею. Интерес пропал, так объяснила эту инициативу бывший министр финансов, а ныне депутат Сейма Янс Рейерс. Сначала наблюдался большой интерес, и это было отмечено и в росте доходов, в тех отраслях, где проводилась эта чековая лотерея. Но, разумеется, со временем к любой ситуации интерес пропадает. Так и у общества к этой лотерее. Сейчас, по словам бывшего министра, лотереей занимаются только «профессионалы» в кавычках, которые собирают по 2-3 тысячи чеков и подают их в СГД в надежде выиграть главные призы. Закон о чековой лотереи был признан утратившим силу. Во втором окончательном чтении депутаты приняли также изменения, которыми предусмотрено обязать владельцев интернет-платформ, на которых осуществляя заторговлю, давать информацию в СГД. Наиболее острую дискуссию вызвало обсуждение так называемых «народных инициатив», в частности, предложение комиссии по мандатам этики и заявлениям, передать на обсуждение в другие комиссии, собравшую более 10 тысяч подписей, инициативу от четырехдневной рабочей недели. Какие четыре рабочих дня в Латвии? Латвия вымирает. На одного работающего сегодня два неработающих. Средний возраст сегодня такой, что мы стали страной-пенсионерами. Миграция, люди уезжают. И мы еще пойдем на четыре рабочих дня в неделю? Эта инициатива все равно, в каком контексте мы ее рассматриваем. Четыре рабочих дня или 32-часовая рабочая неделя – это не новые выходные дни. Она просто позволила бы работникам производить тот же объем работ за более короткое время, при более гибком планировании своего рабочего времени. При этом был поднят вопрос, стоит ли Сейму вообще тратить время на обсуждение инициатив, которые заведомо не будут приняты большинством парламента. Однако здесь депутаты вспомнили, что они все же слуги народа и обязаны исполнять волю 10 тысяч избирателей и передали вопрос о четырехдневке для дальнейшего обсуждения в комиссии Сейма. Также не без дискуссии была передана для дальнейшего обсуждения в бюджетную комиссию другая народная инициатива о повышении необлагаемого минимума до 1080 евро. И это при нынешней минималке в 500 евро. Мы фактически обманываем общество, говоря о минимальной зарплате, о ее увеличении, и почти не упоминая при этом о необлагаемом минимуме. Кто выиграет от роста минимальной зарплаты, которая с 1 января будет увеличена с 500 до 620 евро? Криш, Янис Каринч, министры. Ведь их зарплата привязана к минимальной зарплате. Выиграют политические партии. Ведь в законе о финансировании политических партий прописано, что они получат за каждого избранного депутата 0,9% от минимальной зарплаты. А для того, чтобы двигать бизнес, стране нужна налоговая реформа, которая привела бы в соответствие зарплату и необлагаемый минимум. И этому как раз и может способствовать народная инициатива о повышении необлагаемого минимума. И, наконец, после тяжелого трудового дня депутаты направились на улицу, где была организована мастерская, в которой можно было принять участие в раскрашивании пипер-кукос и рождественских открыток, которые вместе с подарками отправятся на Украину. Сейм возобновит работу 9 января. Юрий Родин, Арсен Абисанца, Латвия Зинис. Супер Балтик. Это юмор, путешествие и любовь. Супер Балтик. Это твоя новая любимая кнопка. Включай и не переключай. Телеканал Супер Балтик. Удивляйся, восхищайся, улыбайся. В этом году Латвия стала более латышской, так заявил президент Эгглс Левиц в интервью латвийскому телевидению, подводя таким образом итоги 2022 года. Как подчеркнул Левиц, наконец-то принято решение о переходе на государственный язык обучения во всех школах страны. По мнению президента, это решение должно было быть принято давно, но постоянно откладывалось. Левиц также напомнил, что в этот период был начат демонтаж памятников и всех признаков советской колонизации. Ответил он и на вопросы о высказываниях некоторых политиков в отношении России и выраженной некоторыми гражданами поддержки. Левиц сказал, что некоторые граждане теперь изменили свое мнение насчет восточного соседа, но те, кто все еще поддерживает Россию, стали более радикальными, и объем работы для службы госбезопасности увеличился. Принимая во внимание текущую ситуацию в регионе из-за войны в Украине, а также агрессивную риторику России в отношении Латвии, служба государственной безопасности призывает латвийцев не ездить в Россию и Беларусь на предстоящие праздники. Спецслужбы напоминают, что разведка этих стран чаще всего пытается завербовать граждан Латвии на своей территории. Зима, как известно, приходит не только с холодом, гололедом и снегопадами, она приходит еще и с многочисленными сезонными болезнями. В этом нет ничего неожиданного, такое происходит каждый год. Поэтому отсутствие в аптеках лекарств, необходимость в которых возрастает именно сейчас, вызывает по меньшей мере недоумение. Около месяца назад люди делились в социальных сетях, что не могут найти тот или иной препарат. Ситуация до сих пор не изменилась. Почему это происходит, а главное, что в такой ситуации делать, попыталась выяснить наш корреспондент Марина Блументаль. Врачи и пациенты бьют тревогу. Участились случаи, когда лекарство, выписанное врачом, или не найти совсем, или найти можно, но затратив на беготню по аптекам массу времени. Особенно тревожит дефицит антибиотиков для детей, ведь они гораздо более восприимчивы к сезонным болезням, чем взрослые. Причем эта ситуация сохраняется уже достаточное время. В перебоях с лекарствами нет ничего нового. Это происходит регулярно. В этом году на ситуацию повлиял ряд факторов. Главный из них – энергетический кризис в Европе. Он повлиял и на цены, и на то, что некоторым производителям, возможно, приходилось на время останавливать предприятия. Производство лекарств – это целая цепочка. И если в каком-то звене происходит сбой, это отражается на всех. Если говорить конкретно об антибиотиках, сегодня их нехватку испытывает не только Латвия. Такие сигналы поступали и из Эстонии. Причина дефицита лекарств именно от сезонных болезней отчасти кроется и в последствиях пандемии. Благодаря карантинным мероприятиям вспышек гриппа и прочих вирусных хворей особо не наблюдалось, и лекарства, заготовленные на эти случаи, в больших количествах приходилось списывать. Наученные горьким опытом, оптовики сделали выводы. За наличие в стране лекарств отвечают оптовики и производители. Оптовиков у нас много, и, возможно, им стоит быть более гибкими, лучше просчитывать ситуацию на рынке, искать контакты в других европейских странах, где можно в краткие сроки приобрести и доставить в Латвию нужные лекарства. Если в столичных аптеках нужные лекарства, пусть и не сразу, но найти можно, то для жителей провинции дефицит медикаментов становится серьезной проблемой, особенно если заболел ребенок. Был период, когда не хватало детских антибиотиков в виде суспензии, и аптеки сами готовили суспензии из готовых форм лекарства. Но, к сожалению, это невозможно делать во всех аптеках, и приготовление такого продукта требует времени. Поэтому аптекам в провинции стоит поддерживать тесную связь со столичными, и, если что, прибегать к их помощи. Также существуют всевозможные аналоги. Ими можно заменить лекарства, которого нет в аптеке. Это вопрос сотрудничества врача, фармацевта и самого пациента. Фармацевт может дать совет и о дозах лекарства, и о том, какая форма лекарства доступна. И тогда следующий шаг — связаться с врачом. И все-таки вам выписали лекарство, а в аптеке его нет. В Латвийском агентстве лекарств, куда мы также обращались, посоветовали использовать информацию на сайте агентства. Так, в разделе «Регистр лекарств», вписав название медикамента или активного вещества, можно найти подробную информацию и о самом препарате, и о том, есть ли он вообще в Латвии. В свою очередь, информацию об аптеках можно получить в разделе «Карта аптек», также на сайте агентства. Что ж, информация о лекарствах — это очень важно. Однако гораздо важнее, чтобы они, в принципе, были. Марина Блументаль, Арсен Абисадзе, Латвия Зинис. Ему подвластно все — и краски, и металл. Впрочем, рижский художник Гоча Хускивадзе художником себя и не считает, скорее, скульптором. Любит работать с бронзой и из любой старой железяки способен сотворить произведения искусства. Есть у Гочи Хускивадзе и давняя, еще с детства, страсть — рисовать ангелов. Каждая мастерская многое может рассказать о художнике. Здесь, в небольшом пространстве галереи, затерянной в лабиринте улочек Старой Риги, удивительным образом умещается и огромный талант, и широчайшая душа мастера Гочи Хускивадзе. Работа в красках, графика и бронза — любимый металл мастером. Экспрессия элементарная. Со стороны, как говорят люди, я уже могу, мне уже много лет, свой 58, я уже могу так сказать. Экспрессия. В дереве, например, такого не вырежешь. Если вырежешь, нужно обязательно, чтобы эти места были заполнены. Видите, как здесь, да? То есть, а тут, если видите, тут, видите, шкульптура стоит на одном ноге. Родился и вырос Гочи в Тбилиси. Там закончил художественную школу, техникум, а потом отправился в Ригу покорять высоты искусства. Правда, в Академию художеств поступил только с пятого раза. Зато в мастерскую известного скульптора Игоря Васильева, который для Гочи был не просто преподавателем, а наставником в жизни. Васильев — человек неординарный, говорит Хускивадзе. Может, потому и из его учеников вышли самобытные художники. Но тут Гочи в очередной раз поправляет. Люди не обижаются. Я не живописец, я скульптор. Я просто делаю то, что у меня в душе, а дальше получается Максла. Вот в чем играет грузинская душа Гочи, так это в работах красками. Яркие, выполненные с какой-то даже детской непосредственностью. Кстати, детям они особенно нравятся, говорит мастер. Это потому, что у них чистый взгляд на мир. Наверное, такой же, как и у ангелов Гочи Хускивадзе. Их он любил рисовать еще с детства. А эта история началась очень просто. Я дома нарисовал ангелов, а потом получилось так, что я на уроке еще рисовал. И показал своему другу, который рядом сидел. Ну, вы знаете, грузин народ эмоциональный, он там сразу говорит, ого, ангелы. И подошла учительница. Она забрала просто тетрадку и сказала, чтобы мама пришла в школу. Ругать сына мама не стала, только попросила на уроках все же не отвлекаться. Но ангелы Гочи никогда не покидали. Рисует до сих пор красками, цветными карандашами. Из подборки рисунков, сделанных только за этот год, уже вышла бы целая выставка. Эти ангелы тоже рисуются, то есть, когда никто не вмещает. Вообще искусство делается, когда никто не дергает. Да, галерия закрывается, вы начинаете работать. А я просто их увидел. Это как-то так, это очень сложно объяснить, но ты их начинаешь видеть, и в это время, наверное, там что-то переключается. Я рисую их по-своему, я никого не агитирую про это, но, может быть, еще это генетические вещи играет. У меня прадедушка был священником, прапрадедушка был. А вот самого себя Гочи считает носорогом. Когда-то в школе сделал эскиз этого животного. Учителям понравился, предлагали использовать набросок для работы над габелином или чеканки. Гочи сделал скульптуру. Так и остался верен носорогу на всю жизнь. Я их почти каждый год делаю разных, да, и они мне приносят удачу. Я, наверное, себе считаю, на себя. Каждый человек кто-то считает себе лошадью, кто-то считает там, букашки. Я себе считаю носорогом. В коллекции носорогов появится теперь еще один из старых ключей, болтов, проволоки и прочих железяк. Инсталляции тем и хороши, говорит Гочи Хускевазе, что их не повторить, двух одинаковых не сделать. Любит он всякие трансформации. На этом и строится вся жизнь. Подходить к этому надо с юмором и почаще улыбаться, говорит Гочи. Как его ангелы. Может, мир станет тогда лучше и светлее. Татьяна Коваленко и Дискарклинж, Латвия, Зинес. А страна уже полностью готова к Рождеству. Во многих городах работают ярмарки, где царит праздничный дух. Все чаще на площадках, в том числе открытых, выходят музыканты и артисты. Например, в пятницу в три часа дня на Эспланаде будут звучать духовые инструменты. В Цесисе завтра вечером выступят Сонора Вайца и Зигфридс Мукту Павелс. А в Резекненском Горсе концерт даст Улдис Мархелевич. Ряд городов также приготовил специальные программы и на два рождественских дня. Так что за длинные выходные можно успеть посетить сразу несколько мест. На сегодня у нас все. Мы желаем вам приятного окончания недели, а всех католиков и лютеран поздравляем с наступающим праздником. Мы встретимся с вами после рождественских выходных, во вторник. Душевно теплого времяпровождения. До свидания. Любовь, о которой мечтают. Я влюбился в тебя с первого взгляда. Чувства, которые не скрыть. Нам не стоит больше видеться. Жизнь, как она есть. Давай я на тебе живу еще. Включай новый телеканал Супер Плюс. Невероятный. Как сама жизнь.